Свято-Владимирская школа Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге вновь распахнула свои двери для учащихся. Первый школьный день начался с молебна в Свято-Введенском храме. На праздники побывала и наша съемочная группа. В Свято-Владимирской школе с молитвы начинается не только первый, но и каждый последующий учебный день. Школа ведет свое начало с 1873 года. За это время ее статус неоднократно менялся. Но совместная молитва учителей и учащихся сопровождала процесс обучения всегда. Здесь мы чувствуем молитву матушки, сестер, священников, монастыря, со всех учащихся. Я думаю, именно это и создает атмосферу тепла, взаимопонимания. После молебна все отправились в сад, где посадили дерево. А с тех деревьев, что были высажены ранее, собрали урожай яблок. Так и доброе семя, засеваемое в детские души, в будущем даст щедрые плоды, считают участники праздника. Духовный путь в жизни человека является очень важным. И дать эти семена посеять сейчас, в детстве, чтобы потом уже в подростковом возрасте детки уже какие-то принесли плоды добрые. Конечно, может дать православная школа, а именно мировоззрение, православное мировоззрение. То есть общий взгляд на мир, в который в это мировоззрение включена и вера в Бога в том числе. И здесь образование – это не сумма знаний, конечно, а мы воспитываем образ Божий в человеке. Первый урок в школе посвятили памяти священномученька Илариона, архиепископа Верейского, приурочив к 90-летию его представления. Православные дисциплины в расписании школы ничуть не мешают качественному общему образованию. Среди школьников есть призеры Олимпиад по математике, физике и русскому. Но главное – это атмосфера, царящая в школе, которую без преувеличения можно назвать семейной. Я здесь уже шесть лет учусь в школе, и у меня папа работает тут, и он учитель физкультуры. У меня любимые предметы – это, естественно, физкультура. Мне нравится математика, потому что там бывает весело часто, и мне нравится решать разные задачки. В этой школе у меня очень много друзей, и здесь такая атмосфера, здесь каждый готов к помочь друг другу. Популярность православных школ в нашей стране с годами не уменьшается, скорее наоборот. Родители все чаще, кроме качественного образования, хотят дать детям то, что выходит за рамки школьной программы, но никогда не теряет своей актуальности. Для людей, которые живут Христом, которые верят в то, что назначение души человека, и маленького, и большого, и учащего, и учащегося, и родителей, назначение этой души – это спасение. Никогда слово «православие» и образование, построенное на православных принципах, никогда не будет анахронизмом, потому что Христос вчера и сегодня один и тот же. Поддерживать школу помогают благотворители. Председатель попечительского совета школы Анатолий Александрович Турчак получил награду от святейшего патриарха Кирилла – орден святого благоверного князя Даниила Московского. На сегодняшний день в школе обучается около 70 учеников, многие из многодетных семей. Родители охотно приводят сюда младших вслед за старшими. А это и есть, пожалуй, главный показатель качества.